Здравствуйте! Меня зовут Татьяна. Я рада вас приветствовать на канале, который так и называется. Татьяна Кельмяшкина. Снимаю на подоконнике и не могу не показать вам очередную нашу красоту. Такой снег держится уже несколько дней. Он стал как-то по объему меньше, но за ночь немножко еще припорошит и будет красота. Это сказочная красота. Я очень люблю смотреть на лавочку. Что-то в ней есть философско-загадочное. Вот такая у нас погода в Саранске. Пишите, какая погода у вас. А мы тем временем вернемся к вышивке. Вот такой наборчик от фирмы Алиса. Несколько лет назад прислала мне Светлана Кашкарева. У Светочки свой канал есть. И давайте посмотрим. Состав набора. Цветная схема, канва Аида, мулине Гамма, игла Гамма, инструкция. Размер небольшой. 10 на 13. Я просто сейчас смотрю на название и понимаю, насколько, наверное, оно символично. Я не смотрела на название. Сладких снов. Да, действительно, эта работа очень хорошо бы, наверное, вписалась в спаленку. В детскую спаленку. Особенно, если интерьер в таких цветах. Ниток здесь немного. 20, что ли, цветов. Так, сейчас мы посмотрим на инструкцию. Нет, 13 цветов. Какая я невнимательная. Это палеточка на 20. Но вот на 13 цвете последней нитка. Я, конечно, безобразная. У меня палетка в безобразном виде. Я не особый аккуратист в этом плане. Блендов нет. Абсолютно. Есть крест. Есть полукрест. И есть шов бэкстич. Шов назад иголку. Схема на обратной стороне обложки. Я ее не показываю полностью. Этого делать нельзя. Вот здесь инструкция. Для тех, кто берет набор впервые и не знает, как вышивать, здесь все объясняется. Любой справится. Это очень просто. Подобные вышивки, такие крохотные, у вышивальщиц называются отдыхалочки. То есть, обычно же вышиваются огромные полотна, многоцветки. Чуть ли не ковры сейчас девчата вышивают. Я раньше вышивала много, сейчас как-то мне вот, ну, не совсем к душе вышивка. И, конечно же, хочется отдохнуть, хочется иметь готовые работы. И тогда переключаешься на денек, на два, на три и вышиваешь миниатюрку. Но есть те, кто очень любит вышивать только миниатюрки и не любит большие полотна. Это тоже здорово. Оформляют иногда в большие рамки. Можно прям сделать из маленькой работы довольно-таки большую и солидную. В шкатулочке, в подушечке, в рукодельной сумочке, в мешочке для пижамы. В общем, ну, как сказать, творчество безграничное. Вот и я сегодня готова показать свою готовую работу. Мне кажется, очень похоже, что заявлял производитель и что у меня получилось. Я сама чуть-чуть расширила здесь луну. Это мое, так сказать, как-то видение. И немножечко я, как всегда, как это сказать... Ну, иногда что-то я дополнительно делаю, иногда не доделываю. Вот здесь в глазах нужен еще светлый был бэкстич по глазам. Я его сделала, и глаза мне стали нравиться хуже. Если как это объяснить, может, я аккуратно не сделала. Поэтому вот именно светлый бэк я не сделала. Беленькие вот эти штучки в глазах, это все да. Черненький контур мне понравился везде. Беленькие вот эти вот волосатости на хвосте у коровы и так далее. Вопросов нет. Это я все делаю. Бэкстич терпеть не могу. Но без контура эта вышивка смотрелась очень как-то не так. То есть глазки у меня без... Мне не трудно еще раз сделать, но я сделала и убрала. И знаете, вот если бы я была дома сейчас, у меня нет возможности пока туда сгонять, чтобы я, наверное, внесла. Это кто будет вышивать работу подобную, может быть, с луной, неважно. Я бы чуть-чуть, пусть не на всю луну, а кое-где. Допустим, взять что-то вот светлое, да, вот в светлом, а может быть, по контуру. Взяла бы металлизированную ниточку желтую. И луна как бы немножечко стала светиться, что ли, да? А уж если найти нитки, которые светятся в темноте, это вообще будет шедевр. Особенно, говорю, в детской комнате ребенка. И вот эти одиночные звездочки можно тоже вышить с металлизированной ниточкой. И они будут поблескивать. У меня, кажется, есть металлизированные нитки. Можно, в принципе, сверху потом проложить. Но я сейчас не гадаю, не загадываю. Все как будет, так и будет. Это вот если вдруг кому-то... Ну, кто-то вышивает это или захочет вышить. Как идея. Можно воплощать, можно нет. А вообще вот эти вот мелкие одиночные звездочки... Я, честно говоря, хотела сделать бисером. Тем более, после вышивки икон у меня оставались. Здесь вот незновидно нет. Вот эти звездочки более желтые. Эти побледней. И бисер также у меня. Вот эти более желтые, эти побледней. И бисер у меня также есть более желтый и побледней. Это было бы великолепно. Здесь металлик, ниточка металлика. Металлизированная, наверное, правильно сказать, ниточка. Крейник, что ли он называется? Крейник. Не знаю, я вообще от вышивки отошла. А здесь бисер. Было бы за левой рукой не очень удобно показывать. Но держать телефон левой рукой еще более неудобно. Вот мне кажется, было бы бесподобно, если бы металлик давал блеск и переливашки, и звезды были более объемными. Что могу сказать? Схема очень понятная. И, как сказать, значки не путаются. Вышивать по данной схеме очень-очень удобно. Ниток хватило всех. Вышивальщицы всегда при отчете отмечают, хватило ли ниток. Это очень важно. Если один и тот же производитель будет грешить тем, что ниток не хватает, это, как сказать, не очень понравится. Такие ниточки, как красный, зеленый, хватит даже еще на целую вышивку. Синенькие, по-моему. Ну, вот здесь зеленые глазки, прям 4 стежка. Красненькие тоже совсем немного. Веревочка на колокольчике. Поэтому некоторых цветов хватит еще на одну вышивку. Ну, а некоторых, конечно, не хватит. То есть, Алиса в этом плане молодцы. Схема проработана четко. И цветов достаточно вдоволь. Прям абсолютно всех. Крестики у меня есть ровные, есть неровные. В каком состоянии я заканчивала, наверное, это, так сказать, понятно. Я считаю, что крестики, как и петельки, как и люди, должны быть разные. Краешек я всегда обрабатываю. Я с этого начинаю свою вышивку. Это я всегда говорю, когда стартую. У меня есть ролик о начале вышивки. Там я все это говорила. Мне как-то очень спокойно вышивать, когда канва не махрится. Так что вот я уже и постирала, и погладила. Глажу я с обратной стороны. Обратную сторону показывать не буду. Там ужас. Я почему-то в этот раз вообще не заморачивалась про изнанку. Но работу я закончила. К старому Новому году успела. Это здорово. Как-то так. Давайте, кому интересно, я покажу еще некоторые вышики, которые у меня есть в родительском доме. Их немного, но они есть. Вот эти подсолнушки. Могу фирму перепутать. Но это уже рисунок на конве. Только подбирать нитки и вышивать. Работе много лет. Очень много лет. Маме нравится. Ну, во всяком случае, раньше нравилось. Сейчас я не знаю, как-то дает она себе отчет в этом или нет. И очень здорово. Кто-то не любит рисунок на конве, потому что надо, чтобы на белом полотне по схеме рождалась вышивка. Это как бы более высший класс. Но если уже трудно соотносить схему с полотном, если глазки уже не видят, то я считаю, вот рисунок на конве и подобные вышивки – это подарок. Если хочется вышивать, то можно спокойненько, даже нужно вышивать по рисунку на конве. Тем более, от наборов остается очень много ниток, и сюда можно их пристроить. Это здорово. Я любила и сейчас люблю рисунок на конве, но просто вышиваю гораздо меньше, чем раньше. Вот это лошадка. Это уже не рисунок на конве. Это была схема. Вот здесь цветы были на лошади. Но я почему-то хотела голову без цветов. Как-то я говорю, что-то я недовышиваю, что-то я привношу свое. Папа очень любил лошадей, и она ему сразу понравилась. Здесь двойной багет. Один тоненький, крайний, темный, а другой светлый. Он такой прям вот под дерево. Вот это лошадка. Фирму, к сожалению, не помню. Но если ввести вышивку лошади, обязательно эта лошадка выйдет. Вот такой пейзаж. Березоньки. Речка. Тоже он сразу понравился маме. И я, как только оформила, тут же принесла и подарила. Много лет уже висит этот пейзаж у родителей. И надеюсь, что радовал глаз. Здесь рамочка тоже паспарту. Я не все работы оформляю в паспарту, но здесь нужно было как-то чуть-чуть расширить горизонты. Оформлялись эти работы тогда, когда еще, может быть, не такой большой был выбор багета. Но, тем не менее, оформление удачное, на мой взгляд. Очень удачное. А вот икона Казанской Божьей Матери. Раньше, когда у мамы речь не шла о деменции, так она нравилась ей. Так она ей нравилась. Кто бы ни пришел, мама всегда говорила. Вот, Танюша. У меня есть плейлист о вышивке. И там обо всем, что я сейчас вот говорю, я рассказывала. И про вышивки у родителей, и про эту икону отдельно меня просили. Но приходят новенькие, я показываю. Удачнейшее сочетание багета внутреннего маленького, широкого внешнего багета, и иконы в целом. Мне кажется, это самая красивая икона, которая у меня когда-то получалась. Сейчас у меня не лежат руки к вышивке икон совершенно. Уже, наверное, лет пять. А раньше я вышивала с огромным удовольствием. Эту икону я когда-то подарила маме. Прямо специально для неё вышивала. Надо было видеть глаза и всё это. Бывает, так вот, подарок попадает в цель. Вот такая красивая. Она небольшая. Бисер подбирала сама. Это не набор, это отдельное полотно было. Я уж не помню, какой фирмы. И вот удачнейшее сочетание, как игрушечка. Прямо такое вот всё милейшее. Ну, а сказать вам до свидания я хочу на фоне сегодняшней героини коровки. Вот. Так что оцените мою работу. Понравилось, не понравилось. Пишите, вышиваете ли вы, что вы вышиваете, или вязание берёт вверх. У меня сейчас, конечно, вяжется с большим удовольствием, но как-то вот в очередной раз забегая домой, на два дома жить не очень удобно, то этого не хватает, то этого не хватает. Что-то там попихаешь в сумку и бежишь. И вот я положила вышивку и закончила её. Закончила. Чему несказанно рада. До новых встреч, мой добрый зритель. Рукодельничайте в удовольствие. Пусть оно вам помогает. До новых встреч. Они обязательно будут.